Уважаемые десятиклассники, мы продолжаем изучение политической сферы жизни общества. Тема занятия – демократия. Давайте познакомимся с планом темы. Понятие демократии, формы демократии, виды избирательных систем, принципы демократии. Вместе постараемся ответить на вопрос, является ли демократия лучшим способом решения проблем современного общества. Обратите внимание на цели учебной деятельности. Изучите условные обозначения, значки навигации. Они помогут вам ориентироваться в учебном материале. Для лучшего усвоения материала записывайте главное в тетрадь. При выполнении заданий ставьте видео на паузу. При необходимости для поиска нужной информации используйте интернет-ресурсы. Активная учебная деятельность позволит вам получить прочные знания. Давайте рассмотрим первый вопрос нашего плана. Слово «демократия» – одно из самых популярных в современном мире. В переводе с греческого оно дословно означает «власть народа». «Демос» – народ, «кратос» – власть. Впервые слово «демократия» встречается у Геродота, который видел в демократии особую разновидность организации власти, где власть принадлежит всем свободным гражданам, в то время только мужчинам, которые имеют равные политические права. Античная демократия основывалась на непосредственном участии граждан в управлении общественной жизнью, в первую очередь через народное собрание. Из уроков истории вспомните, где и когда в Беларуси появились первые демократические формы политической жизни. При ответе на этот вопрос вам помогут предложенные иллюстрации. В современных условиях демократия приобрела новые формы, но при этом она сохраняет свою главную сущность – народовластие. В политологии есть общепринятое определение понятия «демократия». Демократия – это политическая система, при которой власть осуществляется народом либо через личное участие в выборах и референдумах, либо через своих представителей, избранных в органы государственной власти. В настоящее время популярно определение демократии, сформулированное в XIX веке Авраамом Линкольном. Демократия – это правление народа, посредством народа и для народа. Как же осуществляется власть народом при демократии? Это происходит через различные формы демократии. Демократия может быть прямой и представительной. Обратите внимание на схему. Прямая демократия означает, что власть осуществляется самим народом без политических посредников. Это выборы, участие в обсуждении законов, референдумы, сходы и собрания граждан, обращения в органы власти. Представительная демократия строится на том, что народ выбирает своих представителей в органы власти и тем самым наделяет их право принимать решения от его имени, то есть делегирует им определенные полномочия. Например, депутаты Нижней Палаты Парламента представляют интересы всех своих избирателей. Вспомните из курса обществоведения 9 класса как называется парламент Республики Беларусь, из каких палат он состоит. В современном обществе прямая и представительная демократия являются самыми распространенными. Важно знать, что формы демократии закреплены в Конституции Республики Беларусь в статье 37. Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. В порядке, установленным законодательством, граждане Республики Беларусь принимают участие в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни на республиканских и местных собраниях. Рассмотрим вопрос «Виды избирательных систем». В каждой стране выборы регулируются избирательным правом. В узком смысле избирательное право означает право граждан избирать и быть избранными. Различает активное и пассивное избирательное право. Активное избирательное право – это право гражданина избирать, лично участвовать в выборах. Пассивное избирательное право – это право быть избранным в представительные органы или на выборную должность. В основу современного избирательного права заложены следующие принципы выборов. Всеобщие. Право избирать имеют все совершеннолетние граждане государства, обладающие правом голоса по закону. Свободные. Избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Равные. Все избиратели участвуют в выборах на равных условиях, имеют равное количество голосов. Прямые. Депутаты избираются непосредственно гражданами. Тайные. Контролировать процесс голосования избирателями запрещено. Всеобщее избирательное право имеет определенные ограничения. Избирательный ценз. Например, президентом Республики Беларусь может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, проживающий в Республике Беларусь не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Выборы также могут быть прямыми и косвенными. Прямые выборы означают, что граждане сами избирают представителей в органы власти. При косвенных выборах граждане избирают какой-либо орган, который потом и завершает выборы своим голосованием. Например, посредством косвенных выборов формируется одна из палат парламента – Совет Республики Национального Собрания. Его члены избираются депутатами местных советов депутатов каждой области и города Минска. В каждой стране складывается своя избирательная система, то есть совокупность установленных законом правил, принципов и приемов, с помощью которых определяются результаты голосования. Давайте рассмотрим схему типы избирательных систем. Мажоритарная система используется на президентских, парламентских и местных выборах. Она бывает абсолютного большинства избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов от числа явившихся на выборы граждан, например, выборы президента. Относительного большинства избранным считается кандидат, получивший больше голосов и не обязательно более 50% голосов избирателей, например, выборы в парламент. Пропорциональная система используется только на выборах в парламенты или иные местные представительные органы. Избиратели голосуют не за отдельных кандидатов, а за партийные списки, а места в парламенте распределяются пропорционально полученным голосам. Такая система применяется только в условиях многопартийностей и имеет свои особенности в каждом государстве. Смешанная система. Одна часть парламента избирается по мажоритарной системе, а другая – по пропорциональной. Из курса Всемирной истории вы знаете, что за избирательное право люди боролись не один век. Изучить инфографику на слайде или на странице 72 учебного пособия и ответьте на вопросы. Где женщины получили избирательные права раньше, где позже? Чем это можно объяснить? Для выполнения данного задания воспользуйтесь функцией «Пауза». В ряде стран действует обязательное голосование. Принцип избирательного права, в соответствии с которым участие в выборах рассматривается, как обязанность. Нарушение обязанности участвовать в выборах без уважительной причины, как правило, влечет применение санкций. Штрафа, исключение из избирательных списков, ограничение возможности поступления на государственную службу. Как вы полагаете, в связи с чем была введена такая норма? Если затрудняетесь с ответом, то подумайте, на какие средства проводятся выборы? В настоящее время демократию рассматривают как особый тип политической системы, в которой реализованы основные принципы демократии. Познакомимся с этими принципами. При изучении этого вопроса вам на помощь вновь придут знания по истории. 1. Суверенитет народа как источник власти, то есть источником власти является народ, граждане государства, статья 1 Конституции Республики Беларусь. 2. Выборы и всеобщее избирательное право. Это право свободно избирать и быть избранным в государственные органы власти. 3. Принцип разделения властей. Как вы знаете, разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную позволяет исключить злоупотребление властью. 4. Политический и идеологический плюрализм. Это многопартийность, а также различные идеологии и мнения. Ни одна идеология не может устанавливаться как обязательная. 5. Возможность общества контролировать власть. 6. Инструментами контроля являются средства массовой информации, партии и общественные организации, выборы как механизм передачи власти мирным законным путем. 7. Незыблемым правилом является принцип «разрешено все, что не запрещено законом». Итак, сделаем выводы. Слово «демократия» дословно означает «народовластие». Родиной демократии является Древняя Греция. Демократия в современном мире сохраняет свою главную сущность – народовластие. При демократии власть осуществляется народом либо через личное участие, выборы и референдумы, либо через своих представителей, избранных в органы государственной власти. В узком смысле избирательное право означает право граждан избирать и быть избранными. Принято различать активное и пассивное избирательное право. В основы современного избирательного права заложен принцип «всеобщих, свободных, равных, прямых и тайных выборов». Выборы могут быть прямыми и косвенными. Основными типами избирательных систем являются «мажоритарное», «пропорциональное», «смешанное». Так демократия – это лучший способ решения проблем общества? Демократия – это власть большинства, при которой части общества, оставшейся в меньшинстве, гарантирована защита от преследований за несовпадающие с большинством взгляды. Для закрепления полученных на уроке знаний прочитайте параграф 8 в учебном пособии. Для проверки своих знаний выполните предложенные тестовые задания. Если вас заинтересовала тема занятия, вы можете поставить видео на паузу и прочитать дополнительную информацию о выборах в разных странах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...